Приветствую на канале Алкавита. Хочу слить ром 100% миласы, который в бочке простоял 4 месяца и вторичный ром, это тот, который был на борде и сахаре, который простоял 3 месяца. Сливаю одновременно только потому, что хочу залить сюда дистиллят, который получился у меня из красного, из белого винограда. Ром из 100% миласы 4 740, ну давайте округлим 4 700, а вторичный ром 4 500, 4 900, думаю округлять здесь ничего не надо, да? 500, 600, 700, 800, пусть будет 4 800. Вторичный ром был залит 59 с половиной, со всеми температурными поправками 52 с половиной. Ром из 100% миласы залил 60%, а на выходе получилось со всеми температурными поправками 58 с половиной. Я удивлен. Хочется отдельно сказать про запах. Вот у этого напитка запах просто какой-то сверх какой-то карамельно-тростниковый, знаете, вообще просто супер, вот его можно нюхать и нюхать. Здесь чуть-чуть, немножечко, знаете, запах вот тоже ярко выраженный, но почему-то здесь больше присутствует именно дубовый запах. Нет, это вообще просто супер. Надо пробовать, надо пробовать. Развел до крепости 40, пробуем через недельку. Прошло чуть больше недели, пробуем ром из бочки. Здесь у меня 100% миласа, а здесь я называю его вторичный ром. Это борда от данного рома с добавлением сахара и повторное брожение. Ну и что же у нас на запах? Вторичный ром. Вы знаете, очень сильно пахнет тростниковым сахаром, именно вот карамелью, той, которой я сдабривал белый ром. Здорово, здорово, мне нравится. Дуб немножечко чувствуется, но вот этот карамельный тростниковый запах прям выше всех. Вот, отлично, пробуем на вкус, ваше здоровье. Ух ты! Вкусный, но мне кажется, немножко рисковат. Надо еще, наверное, как минимум полмесяца, чтобы он в стекле отдохнул. Но не стоит забывать, это все-таки сахарный ром. Основной здесь сахар, но тростниковый карамель, вот этого запаха здесь навал. Здорово, мне понравился. Давайте попробуем стопроцентную миласу, тот, который ром простоял 4 месяца в бочке. Здесь запах более такой нежный, карамель вот эта не выбивается вперед, но она присутствует. Ну, конечно же, чувствуется дуб. Если во вторичном роме дуб где-то был в конце, то здесь он прям вот, ну, знаете, немножко другой дуб. Пробуем. Быть добру. Напитки получились разные, одинаково хорошие, но все-таки, если бы не резкость, я бы вот выбрал бы этот бы напиток, вторичный ром. Но резкость присутствует. Этот мягенький-мягенький, но в то же время вот не хватает чуть-чуть ароматики, скажем так вот. Наверное, все-таки добавлю я сюда тростниковой карамели. 7-8 чайных ложек на сковородочке. Надел карамели, немножечко не такая, как обычно у меня получается, но я думаю, что не использую напиток. Почему не такая, как обычно? Обычно я довожу ее до того вот момента, чтобы была и сладимость, и цвет. Здесь же у меня получилось почти сладимости нет, но цвет зато более насыщенный. Ни в коем случае нельзя ее сжечь, то есть до появления дыма. Если появляется маленький дымок, снимаем с огня, перемешиваем опять на огонь. И так мы вот до тех пор, пока уже вот нам не понравится вкус этой карамели. Карамель, вообще тростниковая, должна быть матовая, но я ее немножечко передержал для цвета. Думаю, что здорово. Карамель разделил пополам, и вот такой сахар я использую. На мой взгляд, это лучший сахар, что я смог найти здесь, в Алма-Ате. Все супермаркеты объездил, купил всевозможный тростниковый сахар, попробовал. Именно вот этот мне понравился больше. Но лучший сахар, который я тростниковый пробовал, это американский. Я покупал его мешками у знакомого. К сожалению, сейчас он уже закончился. Вносим в ром, перемешиваем, как следует растворяется сахар, и через недельку пробуем. Прошло 4 дня, как я добавил карамель. Ром, который 100% меласа. Запах очень приятный, чувствуется карамель, чувствуется меласа, также чувствуется бочка. Вторичный ром. Вторичный ром более ароматный. Знаете, даже какая-то такая очень яркая фруктовая нотка есть. Карамель, ваниль тоже чувствуется. Ванильный, вот, не фруктовая, а какая-то ванильная нотка. Здорово. На запах все равно этот вариант круче, чем этот. Но этот 4 месяца стоял в бочке, этот 3 месяца. Следующий дистиллят буду держать 3 месяца. 4 много. Пробуем. За вас. На самом деле, не сильно поменялся. Скорее всего, больше добавил цвета. Почему я уже говорил, что карамель я немного передержал. Ну, на самом деле, то же самое и осталось, что и до добавления карамели. Помягче, пожестче, поароматней, менее ароматней. Все. Нет, здесь прям бочка чувствуется сильно. Прямо 4 месяца это перебор. Ну, все. Только 3 месяца и не больше. С Лисовицкой я буду 4 месяца держать, а эту только 3. Немножко, как бы, не тот результат, который я ожидал. Немного нет вот этой именно сладости карамели, потому что я карамель сильно передержал. Больше ушло на цвет, чем на вкус. Что сейчас я сделаю? У меня осталось там буквально несколько ложек тростникового сахара. Я его сейчас разделю пополам. Где-то, чтобы по 3-4 ложки тростникового сахара я сюда добавлю. Уже без карамели, без ничего. Немножечко вот смягчится вот этот вот вариант. И немножко даст тростниковый аромат, который сюда. Ну, и в заключении, что хотелось бы сказать. Бочки, в принципе, неплохие, хоть и ноунейм. 3 месяца буду в них выдерживать. Пока, на данный момент, не больше. Лучше, конечно, пробовать. Прошел вот месяц, попробовали, прошло 2 месяца. Попробовали, 3 месяца и так далее. Так, я думаю, будет самый оптимальный вариант. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя. Ведь этого качественные напитки. До свидания.